Удручающее состояние парка. Мемориал разрушается, таблички с именами павших героев откалываются. От лавочек остался лишь скелет. Вот так выглядел сквер воинской славы в Камни-Наби еще на прошлой неделе. Журналисты и общественники, представители Народного фронта, посетили священное место и ужаснулись. Требуется привести в порядок клумбы. Наверное, где-то подкрасить монументы, убрать сухостой. Но это место, которое не должно быть без ухода. После огласки сквер начали восстанавливать. Положительного эффекта удалось добиться и для жителей нескольких улиц Камни-Наби. Полгода люди страдали от подтоплений из-за забитых сточных труб. На днях трубы прочистили. Градус недовольства снизился. И администрация Каменская была водительная техника. Все прочистили. Больше тонуть не будем. А пока напоминаем еще об одной проблеме Каменцев, на которую обратили внимание общественники. Недостроенный лицейн номер два. Подрядчик сорвал дедлайн по капремонту. День икс по документам 25 августа. Но вот уже конец сентября, а дети до сих пор не сидят за партами родного лицея. Причина задержки подрядчику катастрофически не хватило времени. То, что обычно строят два года, нужно было за один. Министерство просвещения проводило конкурс только на одногодичные школы. Мы решили рискнуть и пойти на одногодичный срок ремонта. В связи с тем, что либо у нас будет современная и красивая школа, либо не будет никакой школы. У нас тут пола просто не было. Была вообще просто катастрофическая школа. В катастрофическом состоянии была. Ее нужно строить два года по всем правилам, по всем канонам строительства. Чтобы сантехники не мешали электрикам, чтобы электрики не трогали, не знаю, там еще другое звено не отставали. На сегодняшний день заверил подрядчик. Выполнена львиная доля работ. Установлены окна, появился линолеум, подключено отопление. Остались отделочные работы. К Новому году, если, конечно, ничего не помешает, дети получат долгожданный подарок – современную школу. Валентина Аскерова, День с толком.